9 мая Иван Андреевич Крылов превращается в символ тверской легкой атлетики. С 1971 года под сенью памятника великому воснописцу собираются участники традиционной эстафеты, посвященной Дню Победы. А сама эстафета насчитывает уже более 70 лет своей истории и является старейшим спортивно-массовым мероприятием Верхневолжья. Инициатором проведения забегов еще в предвоенные годы выступила областная газета «Пролетарская правда». Первый старт был дан 5 мая 1935 года, в день советской печати. В послевоенные годы этот пробег был главным спортивным событием в жизни города и в жизни многих его жителей. В 48-м году это было, знаете, на советское. Вот было очень большое. У нас как раз пламя заняло первое место. Я первая участница, когда раз эстафета была. Вот такое впечатление осталось у меня на всю жизнь. Впервые 9 мая легкой атлетической эстафеты на приз «Калининской правды», так тогда называлась областная газета, прошла в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1965 году. И мы участвовали в этих эстафетах. Я считаю, надо продолжать не одно столетие. Популярность эстафеты стала стремительно расти. Неуклонно расширялись ее география и массовость. Гостями эстафеты были легкоатлеты Торшка, Кимар, Кашина, Вышнего Волочка, Балагова и даже Таллина. В 1981 году был установлен и непревзойденный до сих пор рекорд массовости. На старт вышло 278 команд и 3575 спортсменов. В те годы было больше выступающих, чем в этом году, потому что в те годы выступали коллективы физкультуры еще. Это заводы, предприятия, будем одним словом говорить. В 1971 году старт эстафеты получил постоянную прописку у обелиска Победы. Исключение было сделано только в 1994 году, когда из-за ремонта Волжского моста соревнующиеся стартовали с площади революции. И никакие сюрпризы погоды не могли заставить отменить старт. Лишь однажды в 1988 из-за дождя со снегом соревнования пришлось перенести на другой день. Мне очень нравится массовое участие в этой эстафете, хорошие показываемые результаты молодежи. А это укрепляет здоровье, способствует и здоровью нации. На протяжении всех этих лет организаторы соревнований проявляли удивительную изобретательность и фантазию, стремясь поднять интерес к эстафете и обеспечить ее массовость. Устраивали конкурсы на лучшие художественные оформления этапов эстафеты и знания ее истории. Организовывали красочные парады и показательные выступления спортсменов и танцевальных коллективов. Признанным рекордсменом по участию в эстафете считается представительница клуба Тверского вагоностроительного завода «Планета» Алла Рубцова. В минувшую пятницу 23-й раз она вышла на старт у обелиска Победы и победила в составе родного клуба. Вот так получается, что команде я нужна, а когда я нужна команде, я не могу команду подвести. Это каждый раз как первый. Все равно те же самые переживания, те же самые эмоции. Наверное, это тема «Хорошо», что ощущаешь себя моложе на много лет. В этом году эстафета Победы собрала 138 команд, почти полторы тысячи спортсменов. Абсолютное перенство среди юношества выиграли бегуны Тверской средней школы номер 34. Среди взрослых вновь не было равных сборной команде «Планета». Приятно, что такой праздник организован. Радостью и удовольствие, чувство удовлетворения. История истории, математика математикой, а в сознании тверичан эстафета изначально слилась с самым великим российским праздником. Это не просто пробег, а возможность испытать чувство сопричастности к великому подвигу. Это посвящено уже как бы Великой Отечественной войне. Победа, как бы это то же самое, можно сказать, как победа в Великой Отечественной войне. Это для нас очень важно. Можно сказать, самое главное.